Сейчас мы едем в Дерачевское направление, в Дерачевскую громаду, непосредственно село Казачья Лопань, которое находится прямо на границе с Российской Федерацией. Крайняя точка находится полтора километра от самого кордона. Сейчас там нет света, нет газа. Население где-то порядка 15 тысяч человек, и из этого количества осталось чуть больше тысячи человек, которых нужно кормить, которым необходимы медикаменты, теплые вещи. Вот мы постоянно находимся, скажем так, в том положении, мы не можем оставить этих людей и все время пригласим помощь. В этой дороге шла техника в первые дни 24-25 февраля военная техника тяжелой Российской Федерации. И на этих участках они уже свернули в сторону Харькова, на этих бокового размера. Сейчас уже идет ремонт дороги, оживилась трасса. Еще два месяца назад здесь была пустота. Здесь оккупация с первого дня. Они отсюда зашли. Они зашли отсюда прямо вот здесь. И все оккупировали. Дальше уже до момента освобождения здесь были русские. Под фонд люди уже восстанавливали. Помнишь, крыши вообще не было? Да. Натянули уже какую-то пленку. Тоже надо не было. Видите, сколько входит. Все под ноль. Это ж мы едем только по дороге. А если вглубь вот так вот походить посмотреть, там каждый второй-третий дом разбитый. Здравствуйте. 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 На палеты или? А? На палеты или так? Нет, с руками. Ну, на нашем счете сейчас две тысячи людей. А вы тут как волонтеры? Ну, пока да. На волонтерских засадах, да. Засадах? Правильно. А потом вы здесь разносятся людям? Разводят. Да. Они выходят и собирают. Да. На каждую улицу, чтобы не было столкновение. А может, все то в некоторых словах, как сейчас люди живут, какие тут лишались в селе? Ой. Это проблематично рассказать. Потому что каждый день разная ситуация. Ждем свитла, ждем вас. Свитла, дай бог, дали на 70% казачьих. Поэтому... Ждем магазины, ждем железную дорогу. Денежку ждем. Все дают. Денежки нет. Все дают. Все дают. Денежки привозят. И аонуски, и все. Мы ждали Украину. Все 200 дней. А когда... Помните день, когда... Пришли Украину? Да. Это была радость. Это были слезы радости. Вас не могу первым. А мы как раз живем на центральной. И когда он вышел на улицу, кричит «наше». Мы не поняли сначала. Только когда увидели плак и слезы. Слезы радости. Сегодня 11 вересня. Мы находимся в нашем родном селе Казачья Лопань. Вот как местные жители встречаются. Наши жители. Я так люблю. Героям слава! Казачья есть, была и будет Украина. Никакого русского мира тут не будет. Наши жители украины. Героям слава! Жителям украины! Будете вы строить. Богу надеваться? Да. Много будет девать. Да? Да! Ну, сегодня мы посетили Дергачевскую громаду, село Казачья Лопань. Казачья Лопань — это приграничное село, которое находится буквально там полутора-двух километров от кордона Российской Федерации. Это село оказалось под оккупацией в первые уже минуты, так сказать, потому что уже с войска зашли. И люди там пережили, конечно, страшные времена. Это фактически семь месяцев днета, и без продовольствия, без гуманитария, без света. Ну, свет там вроде бы как включали местами, но тем не менее, понятное дело, что люди пережили большие страдания. Сегодня мы привезли при поддержке общественной организации фонда Сигма «Допомога Харькову». Это ребята, которые работают с первых дней войны. Они аккумулируют возле себя огромное количество продуктов, собирают их в продуктовые наборы. И таких поездок у нас было уже, я не знаю, сотни. Вот их сложно посчитать. Отвезли в Казачий Лопань, 300 продуктовых наборов. Каждый набор идет на одну семью. Этого набора хватит приблизительно на 4-5 дней. До войны и во время войны я працю и занимаюсь музыкальным прорисованием. Я сам с Харькова, но с 17-го года я постоянно нахожусь в городе Киеве. Война как раз застала меня на моей родине. Я понимал, что она будет. Конечно, я не знал даты, но было понятно, что война будет. В первые 9 дней мы находились своей семьей и с нашими соседями в подвале. В подвале нашего дома нас было, по-моему, порядка 17 человек. И когда настал момент, мы поняли, что, во-первых, это уже невыносимо было. Почему? Потому что первые сутки войны уже 100 метров от нашего дома находилось 32 боевых техники вооруженных сил Российской Федерации. И практически от нашего дома были постоянные залпы. Но мы понимали, что если их не выбьют оттуда, то мы окажемся в оккупации. Мы поняли, что настал момент, когда мы можем попробовать выехать. Мы собрали вещи, всю ночь собирали. И рано утром на нескольких машинах мы выехали. Поехали по направлению Западной Украины. Потому что мы посчитали, что у меня младший сын и жена. И нужно было вывезти. Приняли решение выехать за границу. А я, возвращаясь, со Львова заехал своим друзьям в Луцк. И волонтерство началось непосредственно с того, что там меня загрузили, чтобы я в пустыне ехал в Харьков. За это время, пока я был в пути, прошла неделя. Потому что мы добирались в одну сторону 4 дня. Пока 2 дня по-был в Уцке. Вернулся. Я увидел катастрофическую ситуацию. Потому что уже магазины не работали. Света не было. Газа не было. И это зима. Начало весны. Холодный. И нужно было помогать людям. Ну вот с этого и началось. Поиски фондов, поиски людей, личные средства. Рядом оказались ребята, друзья, кто не взял оружие, но сказали, что мы готовы помогать. Кто-то финансовый участвовал, кто-то физический участвовал, кто-то транспорт. Вот непосредственно сейчас я. Мы делаем съемку в этом волонтерском бусе уже очень нашумевшем и известном в городе Харькове. И этот бус предоставили мои друзья. Мы не едем хаотично, мы связываемся с местной властью. Где-то есть друзья, где-то знакомые. Много это все. Большую часть работы нам помогают делать висковые, потому что они лучше понимают логистику. Не всегда можно доехать в то или иное село без разрешения. Поэтому нам в этом плане очень содействуют вооруженные силы Украины. Мы не оставим людей, и с первых дней мы работаем, и до самой победы мы будем помогать и делать все возможное, все, что от нас зависит, чтобы наша Украина процветала. Я считаю, что мы обязательно победим. И я думаю, это будет очень скоро. Субтитры создавал DimaTorzok